Зарова, брат! Ты снова смотришь видос на канале проекта Ноа Хули Муви, красава! И ты снова попал сюда не случайно. Все новое, это хорошо забытое старое. Случай с новыми тремя вкусами нахло подтвердит это сегодня как нельзя лучше. Плюс новые пять вкусов табака. Фумари, поехали! Ну что, братва, считанные пары недель остается до начала самого главного кольянного профессионального события этой осени. Прокачаем осень, летим на юг. Как вы поняли, мы вовсю плотно занимаемся подготовкой и сейчас устроили небольшой перерыв для того, чтобы снять важный срочный оперативный выпуск про новые три вкуса в линейке табака нахло. И про новые пять вкусов в линейке табака Фумари. Что мы знаем про нахло? Один из самых мощных игроков на российском рынке. Официальным представителем у нас в стране как нахло, так и Фумари является компания немалоизвестная. Point Art. Что мы обсуждаем сегодня? Три новые вкуса. Новые вкусы называются аромат ледяного яблока и мяты, аромат фруктового микса и аромат двойного яблока. Все вы прекрасно знаете эту историю, то что новая нахло довольно сильно отпугнула всех профессиональных представителей индустрии тем, что очень мало общего у нее на первых этапах было с продуктом, который мы знали и видели раньше. Тем не менее, сегодня многое изменится, скажем так. Многое изменится, потому что эти три вкуса, забегая вперед, на процентах 80 идентичны тем самым старым ароматом Ice Lemon Mint, Ice Apple и черному мультифрукту от компании нахло. Это супер круто. Действительно, пахнут ароматы точно так же из пачки. Нарезка табака стала чуть более мелкая, удобная в работе и он стал более увлажненный, чем на старых версиях продукта. Давайте пробовать, давайте пробовать три вкуса и делать какие-то выводы. Первый вкус, который я пробую, это аромат ледяного яблока и мяты. Это тот самый Ice Lemon Mint. Даже, возможно, мне кажется, чуть-чуть кислее. Абсолютно на процентов 95, наверное, точно такой же аромат, как был раньше. И это супер круто. Один из самых кислых и один из самых, наверное, любимых мною ароматов табака, которые можно вообще покурить на рынке. Следующий вкус это черный мультифрукт. В свое время я его довольно сильно перекурил, но отрицать то, что это пышка и то, что это, ну, один из немногих ароматов на рынке, которые не удалось никому повторить, я думаю, что никто не рискнет. Да, это тот самый черный мультифрукт. Жалко только, что пачка не черная, но это прикольно. Вообще, ну, колоссальный восторг вызывает то, что эти ароматы теперь в свободном доступе, можно просто купить в акцизе и не нужно рвать жопу для того, чтобы их найти, где-то каким-то образом приобрести и сделать что-то уникальное в своем заведении, обзаведясь их наличием. Это очень хорошо, это, ну, блядь, это конкретно тот самый мультик от компании Нахва. Кайф. Последний аромат ледяное яблоко, называется он, кстати, аромат ледяного двойного яблока, надеюсь, что ничего двойного анисового там нету, и это тот самый Ice Apple от компании Нахва. Охуенно, 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 охуенно. Заканчиваем по вопросу Нахлы. Все три аромата, которые вышли на рынок, новые. У бренда они абсолютно идентичны тем вкусам, которые были ранее, и все эти вкусы вам хорошо знакомы, и я думаю, что абсолютно все останутся в максимальном восторге. Яблоко точно такое же, как было раньше. Это круто, это действительно круто. Есть еще небольшой инсайт, который, я не знаю, можно озвучивать, нет, но вроде как говорят, что бренд собирается вернуть всю оригинальную линейку, которая была у бренда Нахла до того, как их купили Japan Tobacco International. И это будет супер топ. Я думаю, что Нахла таким образом может вернуться на серьезные позиции в профессиональном смысле на кальянном рынке, потому что продукт топовый. Ну что, переходим к Fumari. У нас сегодня на обзоре будет пять вкусов. Они все относительно новые, часть из них появилась раньше, часть из них появилась только что. Вкусы, про которые мы будем говорить, это черный виноград, сладкая мята, мохито, кислая вишня и салеп. Салеп, салеп. Итак, что мы знаем про Fumari? Американский табак, довольно популярный на рынке, всем известный своими там топовыми вкусами, типа мишигами, спайси-чай и всего остального. В общем, представлений дополнительным не нуждается. Давайте пробовать просто новые вкусы и просто делиться впечатлениями. Черный виноград, обещают вкус Изабеллы. Обычный, не сказать, что супер космический. С минимально нотками какой-то Изабеллы вкус винограда. Незапредельно приятно его курить в соло. На небольшом перегреве отдает какой-то горчинкой. Обычный нормальный вкус для того, чтобы его использовать в каких-то миксах, курить в соло и как-то от него. Но фанатеть не рекомендовано. Следующий аромат это сладкая мята. Приятный аромат мяты. Тем не менее, мне супер приятно его курить в соло. Станет нормальной составляющей для каких-то миксов. Но опять же, ничего супер космического в этом нет. Мохито, Моджо. Еще больше мяты, чем почему-то в аромате сладкая мята. Тоже очень странный аромат. Непонятно, зачем он нужен. Можно собрать было его и без упаковывания в отдельный вкус. Салеп, Салеп, Салеп. Это что я забываю постоянно? Салеп это сладкий напиток на основе турецкой горной орхидеи с добавлением молока и пряностей. Очень вкусная штука. Очень вкусная штука. Это не я сказал, это написано. Хотя штука на самом деле действительно очень вкусная. Необычный аромат. Есть нотки чего-то сладкого, есть нотки пряности, есть небольшая такая молочная отдушина. Это прикольно. Курить это нравится. Салеп от компании Fumari мы однозначно записываем в топ. Ну что, будем пробовать последний аромат. Последний аромат называется кислая вишня. На него мы возлагаем определенные надежды. Не думаю, что это сильно будет кисло. Тем не менее, вкусную вишню покурить это всегда хорошо. Приятный, ненавязчивый вкус вишни. Отдаленно напоминает мишки гами от компании Fumari. Курица неплохо. В целом, попробовать познакомиться с этим стоит. Ну что, друзья, давайте делать какие-то выводы. Мы попробовали три новые, но возвращенные вкуса в компании Nakhla. Это вкусы Ice Lemon, Mint, Ice Apple и Mixed Fruit. Все вкусы полностью идентичны тем, которые были ранее у старой Nakhla. Все их без исключения мы записываем в топ. Nakhla продается в 50-граммовых пачках. И в крупном опте у ребят из Point Art стоит 155 рублей за пачку. Что же касается Fumari, его цена на рынке за 100-граммовую пачку составляет 590 рублей в крупном опте. Там же у компании Point Art. И из новых вкусов мы выделим для однозначного знакомства и курения ароматы под названием кислая вишня и солепа. Ну и еще можно попробовать четкий черный виноград, но это не обязательно. Ну что, друзья, вот такой вот короткий, но я надеюсь, такой же, как для меня, важный и содержательный выпуск. Вы посмотрели на новые вкусы от бренда Fumari и Nakhla на канале Nakhulimovie. Как всегда, давайте проведем розыгрыш для того, чтобы выиграть один... Давайте разыграем три набора Nakhla новых вкусов и три набора Fumari новых вкусов. Для того, чтобы выиграть, нужно обязательно поставить лайк под этим видео. Под этим видео в описании найти ссылку на официальное сообщество Nakhulimovie в Телеграме. Зайти туда, найти этот видеоролик и там в комментариях оставить любую запись. Я хаотичным образом выберу шесть победителей, которым компания PointArt отправит подарочки. А я напоминаю, братва, что уже 25, 26 и 27 ноября пройдет самое главное профессиональное кальянное событие этой осени. Прокачаем осень, летим на юг. Мы готовим для вас, как всегда, воистину грандиозное действие. Три дня мощнейшего обучения с суперкрутыми профессионалами, с суперкрутыми спикерами. Огромное количество нетворкинга и кальянные мастера, производители, дистрибьюторы, управляющие, менеджеры, владельцы кальянного бизнеса. Это все для вас. Это событие, которое пропустить просто нельзя. Ссылка на мероприятие в описании к этому видео. Покупайте билеты и до встречи в Краснодаре. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и рассказывайте своим друзьям. Чо кого, сучара? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok